Какие успехи и очень твои планы, что ты еще на Орландском не сегодня успеешь здесь? Я, вы знаете, в молодости я говорил на Орландском, но бакинский диагноз, он отличается от Орландского, как вы знаете, лучше меня. Но потом у меня была поставлена цель говорить на чистейшем русском языке, поскольку я стремился в Москву стать артистом. И педагог по технике речи в моей студии, где я учился, очень удивлялся, каким образом, приехав из Паку, у вас нет мелодики даже кавказской, у вас чистейшая русская дочь. И да, это мне удалось. Может быть, у меня очень хороший слух на речь, я любой акцент могу показать. И среднеазиатский, и кавказский, естественно. То есть в Москве, например, большинство людей не различают эти акценты, а я могу это сделать. Значит, я быстро трансформировался. И потерял практику разговора армянского. А меня папа учил быть грамотным. Я боюсь неграмотно сказать. Поэтому я в разговоре вставляю армянские слова, периодически, фрагментарно. Но очень осторожно, значит, так сказал и перешел на русскую речь. Вот так у меня получилось. Но может быть, главное, что я фактом своего существования, Армяне, как Петросян, говорящий на чистом русском языке, заставил, так сказать, ну, на один грант понять всех людей нашего постсоветского пространства, что армяне тоже умеют это сделать на чистом русском языке. И таким образом, вот когда ко мне обращаются, люди не делят на армян и на русских. Они считают, что я и то, и другое. Вот этот эффект доверия, что он свой, переносится вообще на всю нацию. Вот так у них восприятие. Поэтому, как сказал один полпред, я вчера его цитировал в 70-х годах, «Сынок, ты наш символ русско-армянской дружбы». Вот поэтому так и произошло. А какие армянские слова представляете обычно? Ой, я много знаю, я почти все понимаю, 90% все, что вы говорите. Ну, например. Ну, например. Интересно, что думаешь? Спасибо.